Привет! Теперь-то вы видели, кто волейбольные сетки по спортзалам развешивает? Оказывается, это Человек-паук физруком подрабатывает в свободное от спасения мира время. Я, конечно, понимаю, еда из Макдональдса и впрямь очень полезная, но неужели вот прям настолько, что это решили даже в виде граффити увековечить? Ого! Не каждый день увидишь, как на бельевой веревке висит и сушится гигантская яичница-глазунья. Обязательный лайк от Фактории за такой креатив на серых улицах! Заметьте, кто-то не просто нарисовал человечка Лего на скучном парковочном ограждении, но даже не пожалел отдать ему свои собственные джинсы. На что только люди не идут ради искусства. А вот с этим случаем разразился настоящий скандал, хотя на самом деле шутка была безобидной. Ну подумаешь, превратил звезду в Патрика из Панч Боба. Ну что такого-то? На опоре моста нарисовали такую реалистичную горящую машину, что местные пожарные бригады теперь используют ее для отработки командной работы при тушении пожаров. А кто-то продолжает считать, что от уличного искусства никакой пользы нет. Наверняка вы тоже видели что-то интересное. Надеюсь, вы не забыли это сфотографировать, потому что все интересные фотографии нужно присылать по ссылкам в описании. Кому вообще нужны скучные серые бетонные блоки посреди города? Стоит потратить немного разной краски, и вот у вас уже веселые детальки лего, которые заметно освежают улицу. Случайная стена в заброшенном доме с кучей строительного хлама превратилась в здоровенного халка. Походу, это он здесь и намусорил. Ну вы только посмотрите, какой котейка. Гораздо приятнее выглядывать из окна и видеть такого красавца вместо скучной стены соседского дома. Да уж, кому-то похоже надоело, что на Олимпиаде показывают гораздо больше рекламы различных брендов, чем непосредственно спорта. Понимаю, наболело. По-моему, идея делать такие живые пешеходные переходы заслуживает какой-нибудь награды. По крайней мере, есть вероятность, что водитель лишний раз притормозит, чтобы рассмотреть рисунок. Это, конечно, очень здорово, что художник развлекается, заделывая ямы на дорогах шикарной мозаикой. Но почему туалетная бумага? Да еще и в лучах славы! Ну, было совершенно скучное баскетбольное кольцо. Но стоило добавить к нему такого зубастого паука, как играть сразу стало веселее. Что мешает так оформить все спортивные площадки? А еще говорят, что висит груша, нельзя скушать. Да, такая груша сама кого хочешь сожрет. Вы вообще видели, какого размера у нее зубы? Возле дороги валялся какой-то старый, сломанный, всеми забытый бетонный столб. Немного фантазии и талант художника превратили его в милого меланхоличного кузнечика. Каким же безграничным запасом творчества нужно обладать, чтобы в случайном ржавом люке увидеть будущую перевернутую черепашку? Да еще и такую милую! Всегда был уверен, что под ярким пластиковым дорожным ограждением очень удобно прятаться. Похоже, какой-то веселый художник решил воплотить эту идею в жизнь. И теперь дорожное ограждение внимательно смотрит на водителей. Ну согласитесь, ну классно ведь, тигр, такой пухлый. Что, впрочем, неудивительно, учитывая, что он получился из небольшой цистерны. А это была какая-то непонятная ржавая труба, которая уж точно не служила украшением улицы. Но немного яркой краски превратила ее в забавную пятнистую ящерицу. Вы только представьте, торчала из стены какая-то гнутая труба, об которую вообще можно зацепиться и споткнуться. Но с помощью мастерства художника эта труба превратилась в хвостик милого песика. О, а вот это вообще отличная идея! Вас тоже раздражают эти свисающие отовсюду камеры наблюдения? Так давайте их замаскируем под летающие тарелки. Гораздо веселее думать, что за тобой наблюдают пришельцы, а не спящий в соседней комнате охранник. Валялись четыре бетонных бордюра, всеми забытые, никому не нужные. Согласитесь, гораздо интереснее, когда на полу валяются гигантские шоколадки Кит-Кат. Да, уж трудно не заметить табличку с указанием выхода, если она сделана в виде гигантской лягушки с красными лапами. Ой, будем честными, кто из нас не мечтал о шоколадке высотой как минимум до потолка? Вот художник и воплотил свою детскую фантазию. Тоже хочу идти по городу и встречать такие веселые подсолнухи, а не жуткие, торчащие из земли трубы, нагоняющие уныние. Еще одна унылая вещь на наших улицах – это всевозможные блоки ограждения парковок. Вот почему бы их не превратить в гигантские бруски подтаявшего сливочного масла? Эй, у вас спички из коробки разбегаются! Да, еще вчера они были обычными столбиками на тротуаре, но сегодня явно собираются смыться. Самый злобный цветочный горшок, который мне доводилось видеть в своей жизни. Спорим, он прицельно падал. А вы бы хотели, выглядывая утром из окна, видеть не просто соседский дом, а гигантскую коробку с коллекцией редких тропических бабочек? Я бы точно не отказался. Если уж к стене для чего-то приделана старая цепь, то почему бы не нарисовать на ней кота, который будет ходить по ней кругом и, как водится, рассказывать сказки? Да чего же это мило, когда в городе можно найти мелкие забавные детали. Вот, например, у самого бордюра очередное привидение гонится за Пакманом. А вот это уже без преувеличения настоящий шедевр. На улицах Австралии появилось граффити, посвященное врачам, которые спасали и продолжают защищать нашу планету от вируса. А вот это правильно! Не вижу никакого смысла смотреть на старый деревянный забор, если на нем можно нарисовать прекрасный зеленый лес, который он, к сожалению, загораживает. Маленькая трансформаторная будка превратилась в крошечную копию дома, рядом с которым она стоит. Похоже на кукольный домик-многоэтажку. Еще одна очень забавная идея для украшения городских улиц. Этот крокодильчик нарисован на обычной пищевой пленке, которую натянули между двух столбов. Поэтому он идеально вписался в пейзаж. А вам приходило в голову, что окна домов – это могут быть кадры какой-нибудь бесконечно длинной фотопленки. Вот, а художнику пришла в голову именно такая мысль. Это склад транспортной компании, которая наняла художника, чтобы он как-нибудь продемонстрировал их бережное отношение к грузам. В итоге склад превратился в гигантскую коробку с древнекитайскими вазами. Прогуливаешься спокойно по парку, и тут вдруг на тебя из дерева смотрит подозрительно фиолетовая рожа. В сумерках от такой встречи и заикой стать можно. Вот то ли дело грибочки-балерины. Такие уж точно никого не испугают, скорее наоборот поднимут настроение. Если вдруг увидите на улице подозрительного мужчину в плаще и шляпе, ни за что к нему не подходите. Он наверняка втихаря продает туалетную бумагу. На первый взгляд художник не сделал ничего необычного. Он просто превратил банальные столбики ограждения в разные карандаши, торчащие из земли. Но улица сразу стала выглядеть гораздо интереснее. У них тут ослик Ия на светофоре застрял. Вот бедолага. Теперь его разглядывают все водители, ожидающие, пока сигнал светофора сменится на зеленый. Почему бы не сыграть что-нибудь на водосточной трубе? А то дожди бывают редко, чего она тут висит без дела? Когда гуляете по улице, почаще смотрите под ноги. Вдруг там вас поджидает мороженка? Да, всего лишь сделанное из мозаики, но все равно ведь приятно. Нет, но вы только посмотрите, какой недовольный столбик. Он всю жизнь ждал художника, чтобы показать всему миру свое недовольное лицо. Это стекло в витрине кафе треснуло, что само по себе печально. Но художник сумел превратить этот недостаток в настоящий шедевр, создав целый портрет из трещин. Ну да, конечно. Чего бы нарисовать на пустой стене в заброшенном парке, где практически не бывает людей? Конечно же, полицейского зомби. Пускай люди потом валерьянку ведрами пьют. Конечно, все любят грузовики с Кока-Колой, но явно не тогда, когда он едет прямо на тебя, причем из стены. Конечно, это была отличная идея так замаскировать решетку вентиляции, но зачем же так пугать людей? Ну вот, игра в кальмара добралась до улиц городов. Внимательно осматривайте стены, вдруг где-нибудь встретите пасхалку. Похоже, веселого рисунка у художника в запасе не нашлось, поэтому придется в ужасе отпрыгивать от стены, наткнувшись на клоуны из кошмаров. Ага, так вот кто стены разрисовывает. Все думали, что это художники, а это на самом деле гремлины какие-то. А здесь вообще все прекрасно. Магистр Йода учит английского полицейского использовать силу. Очень полезный навык, между прочим. Почему бы не превратить камеру наблюдения, нелепо торчащую из стены, в милый вагончик метро? Ну, так она хотя бы немного забавнее выглядит. Вот до чего техника дошла. Раньше художники сами свои работы рисовали, а теперь за них это делает квадрокоптер, на который прицепили баллончик с краской. Если невнимательно смотреть под ноги, то можно даже не заметить такого милого барабанщика, который что-то вдохновенно исполняет прямо на тротуаре. А вот такую здоровенную змеюку не заметить уж точно не получится. Она же растянулась на всю лестницу, и размеры действительно впечатляют. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!